Ну да, не сидите же мне в коробке, пока вы мне жилье обустраивать будете. Всем хома привет, меня зовут Алиса и я просто обожаю хомячков. У меня их дома очень много. В своих видео я рассказываю, как правильно ухаживать за хомячками и отвечаю на ваши вопросы. Вести мой канал мне помогают мои хомячки. Стрелка, хома привет и кукусик. Хома привет. Закончилось лето и очень многие мои зрители собираются завести себе нового друга. И часто задают мне вопросы, какая должна быть клетка для хомячка, что еще нужно купить. Вот сегодня мы расскажем, что нужно для того, чтобы в вашем доме появился хомяк. Это видео будет состоять из двух частей. В первой части Алиса и Стрелка расскажут вам, что нужно для сирийского хомяка. А во второй части Алиса и Куки расскажут, что закупить жонгарскому хомяку. Так что подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео и нажимайте на колокольчик. Это будет правильно рассказать о сирийских и джонгарских отдельно, поскольку условия содержания этих двух видов немного отличаются. Итак, очень многие думают, что для того, чтобы купить хомяка, нужно пойти в магазин и сразу купить и хомяка, и клетку. Но это не совсем правильно. Нужно сначала подготовить место, где будет жить ваш питомец. Ну да, не сидите же мне в коробке, пока вы мне жилье обустраивать будете. Итак, первое, что нужно знать, это то, что жилье у хомячка и все необходимые предметы нужно купить заранее, а потом уже ехать за хомячком в зоомагазин. Для начала давайте разберемся с самой главной покупкой. Это клетка для хомячка. И тут возникает вопрос, что же выбрать? Клетку, контейнер или дюну? Здесь все зависит от ваших предпочтений и финансовых возможностей. Клетки и дюны стоят дороже, а вот контейнер можно купить от 300 рублей до 1000. Более подробно о плюсах и минусах клетки, контейнера и дюны я расскажу в одном из своих ближайших видео. Лично у меня хомячки живут в клетках и контейнерах. Дюны у нас не продают, поэтому их у меня нет. Алиса, расскажи, какого размера нужна клетка для сирийского хомяка? Для сирийского хомяка примерные размеры это 60 на 40 сантиметров. Но, конечно, чем больше, тем лучше. Количество этажей в клетке меня не волнует. Мне главное, чтобы было где бегать. А потом, спросу, мне очень даже неудобно днем ходить в туалет на первый этаж. Если живешь на третьем, так и упасть можно. Итак, выбираем клетку с большим поддоном. Пусть хомяк там бегает сколько хочет. Убирая клетку, обратите внимание на глубину поддона. Лучше, чтобы она была не меньше 8 сантиметров. Иначе опилки будут лететь во все стороны. Да, я люблю погрести и покопать. При выборе клеток есть еще много важных моментов. Ширина между прутьями, как расположены прутья, какой должна быть дверь и еще много всего. Но обо всем этом я уже рассказала в видео все о клетке для хомячка. Хотите выбрать самую лучшую клетку? Посмотрите обязательно это видео. Переходим к следующей обязательной покупке. Это домик. В комплекте с клетками обычно идут пластиковые домики. Это не самый лучший вариант для жизни хомяка. Потому что летом в нем жарко, а зимой холодно. И дверцы в них маленькие. И вообще эти домики малые для меня. Мало того, что спать мало места. Так еще и запасы ложить некуда. Да, лучший материал для домика хомячка это дерево. Оно дышит и хомяку в таком домике комфортно. А нормальный размер для домика сирийского хомяка это 10 на 20 сантиметров. С входом не меньше 4,5 сантиметра. Иначе ваш хомяк может застрять. А были такие случаи, когда хомяки умирали от того, что застревали в дверцах или окошках домика. Еще у домика не должно быть дна. Поскольку хомячки часто писают прямо в домике. Особенно первые дни после заселения. Поскольку боятся выходить. И спят потом в этом всем. И сами начинают неприятно пахнуть. Так что нам нужен дом без дна. Там еще и припасы можно закапывать поглубже. Не забудьте купить пачку обычных белых салфеток. Без рисунка и запаха. А не понадобятся хомячку для строительства гнезда в домике и его утепление. Следующая необходимая покупка для хомяка это колесо. Да. Нам необходимо поддерживать физическую форму, чтобы не толстеть. А спорт продлевает жизнь. Колесо для сирийского хомяка должно быть размером 20 на 22 сантиметра. Почему не меньше? При беге спинка хомяка должна оставаться ровной и не сгибаться. Да. Я не хочу ходить горбатой. Я же красоточка. И для здоровья это вредно. Колесо должно быть сплошной поверхностью без сетки и дырок. Чтобы во время бега лап хомяка не попало в дырку и не сломалось. Почему я против колеса из металлической сетки? В дырки этой сетки попадают коготки. И получается мы их отрываем. А это очень больно и потом ранка может гноиться. Хотите узнать подробнее о колесе для хомячка? И какое колесо мы со стрелкой считаем самым лучшим? Смотрите мое видео все о колесе для хомячка. Следующая важная покупка для хомяка это поилка. Часто ее продают вместе с клеткой. Но бывает что приходится покупать отдельно. Я не гоняюсь за брендами. А покупаю самую обычную поилку. Мне больше нравится когда она прозрачная. И видно сколько в ней воды. Без поилки не обойтись. Не пытайтесь ставить мисочки с водой. Мы их все равно перекинем. И все опилки будут мокрыми. Или что еще хуже намокнем сами. И заболеем воспалением легких. Следующая ваша покупка это туалет. Да. Хомячки обычно ходят в один и тот же угол. И если поставить туда угловой туалет. То это очень облегчит уборку в клетке. Вам не придется мыть клетку каждые три дня. Достаточно будет выбросить из туалета грязные опилки и сменить их на новые. А полную смену опилок в клетке делать один раз в месяц. А еще каждый порядочный хомяк выбрасывает ненужный ему мусор в этот туалетный угол. Я например так делаю. Но чтобы в домике было чисто. Есть еще вариант не покупать туалет, а сделать его самостоятельно. Я в своем видео показывала как это просто. Также желательно купить миску для корма. Да, в комплекте с клеткой обычно идет миска. Но она пластиковая. А что творят с ними хомячки? Мы их любим переворачивать. И тогда весь корм высыпается в опилки. Это лишние расходы. А еще мы такие миски любим грызть. Тогда чешутся зубки. А пластик не очень полезная штука для здоровья хомяка. Поэтому лучшее решение это керамическая мисочка с тяжелым дном. Которую хомяк не сможет перевернуть. Да, такая миска обычно стоит недешево. Но вы считаете, что сэкономили на корме, который хомяк съест и не выкинет в опилки? В идеале мисок должно быть две. Одна для сухого корма, вторая для сочного. Кормушки моих хомяков выглядят вот так. Мне нравится. Очень даже удобно. Это были покупки единоразовые. А сейчас я скажу, что нужно купить тоже заранее. И потом придется докупать постоянно. Конечно, это наполнитель в клетку. Для наполнения дна клетки подойдут обычные опилки. Желательно не хвойные. А например, березовые или липовые. То есть из ствола деревьев не хвойных пород. Встречаются также опилки яблочные или апельсиновые. Но это хвойные опилки с ароматизатором. Такое хомякам нельзя. Они, фу, какие вонючие. От них все чешется. Очень хорошие есть наполнители из целлюлозы. Они тоже нравятся хомячкам, но они значительно дороже. Если есть возможность, выбирайте их. Есть наполнитель из кукурузных качанчиков. Или кукурузный. Импортные их варианты считаются просто идеальными. А вот российский такой наполнитель часто бывает пыльным. Что вызывает чихание у хомячка. Гранулированный кукурузный и яблоневый наполнитель. Это прекрасное решение для хомячьего туалета. Вам достаточно будет одной пачки на очень долгое время. Не забудь о главном. О корме. Ну конечно. Корм тоже должен обязательно быть в вашем доме еще до покупки хомяка. Выбор кормов для сирийских хомяков просто огромный. Но при покупке выбирайте наиболее богатый состав. Как выбрать хороший корм я уже рассказывала в своих видео. У меня есть также обзоры на некоторые из них. Смотрите, выбирайте. Чтобы наладить хорошее отношение с хомячком, обязательно запаситесь вкусняшками. Да. Первую неделю я не советую трогать хомяка. Только кормите его и убирайте. А вот со второй недели хомячка нужно начинать приручать. Для этого вам понадобятся разные вкусняшки. Купите разных орешков. Я просто обожаю грызть арахис в корлупе. Есть очень много разных вкусняшек в зоомагазине, которыми можно прикармливать хомячка. Они так и продаются целыми наборами. Вот такой, например, микс. Тут и арахис, и сушеные овощи, и фрукты. И даже воздушная кукуруза. Ваш хомяк будет очень рад. А как приручить маленькую кусечку, мы расскажем в одном из видео. Еще помните, что хомячки это грызуны. Им нужны предметы для того, чтобы стачивать зубки. Это могут быть деревянные мостики, набор палочек. Вот, например, вот такие вот ветви орешника. Краснообразные погрызушки, как сказочный домик или зерновые палочки. Ну вот, мы подготовили все для жизни хомяка. А теперь нужно ехать за ним. И для этого нам понадобится переноска. Ее, конечно, можно купить заранее в магазине, но можно и сделать самостоятельно. Я об этом рассказал в вот этом видео. Зачем нужна переноска? Очень часто хомячков в магазине вам дают в картонных коробках. И вы не успеете доехать, как хомяк ее прогрызет. То есть переноска нужна, чтобы довезти хомяка до дома. Еще, чтобы потом перевозить его в машине, например, на дачу. Или отнести к врачу. И, конечно, чтобы было место, куда пересадить хомячка во время уборки клетки. Если вы так приготовитесь к покупке хомяка, то ваш хомяк будет самым счастливым. Теперь можно ехать и за хомячком. А выбирать хомячка тоже нужно уметь, чтобы вам не дали больное животное или не того пола. Специально для вас я сделала видео, как правильно купить хомяка. Надеюсь, оно вам поможет. Ну и, конечно, ждите вторую часть видео с подготовкой к покупке джунгарского хомяка. Так что не забудьте подписаться и нажать на колокольчик. А сейчас приветы самым активным, кто написал много комментариев под прошлым видео. Наши приветы для Алини Буравлевой, Лики Сулявской, Станиславу Полянскому, Ани Калашниковой, Насте Бесединой, Антоновой Алине, Ващенко Евгении, Насте Решетке, Алине и ее хомя Джесси и кошке Сони, Насте Ларченко. Привет вам, ребята. Ну и всем хома пока. Всем хома пока. Хома пока. Прикольно же, когда это говорит хомячок. Субтитры сделал DimaTorzok